Обычное известие о том, что в скором времени в городе будет производиться ремонт канализационных коллекторов, у горожан вызывало мысли о скором перекрытии проезжей части. При этом люди понимали, что это затянется надолго. Начиная с прошлого года в Рязани начали производить ремонт с использованием новых технологий, с привлечением специалистов из Ростова-на-Дону. При этом происходит перекрытие совсем небольших участков автодороги. Методика надежная, на трубу гарантия от завода 50 лет, выполняется методом протаскивания трубопровода в существующий трубопровод. Потом при подаче пара идет раскрытие трубопровода, имеет свою несущую способность, память труба, когда она раскрывается, свою память принимает и остается в рабочем состоянии. Для того, чтобы провести новую трубу из полимерных материалов через старые металлические или керамические трубы, нужно отключить очередной участок от колодца до колодца, чтобы сточные воды не мешали работам. Установлены насосные канализационные станции для перекачки канализационных стоков, два байпаса в водных линии для отвода стоков. Отсвечен участок для производства работ на момент санации. Каждый участок трубы, которую нужно установить, измерялся заранее. Их замена производится от одного колодца до другого. Ростовская фирма в том числе занимается и заменой старых колодцев на новые. Что интересно, полимерные трубы не стыкуются между собой. Их соединение происходит в колодцах. Санация данного участка приведет к улучшению работы канализационного коллектора, его пропускной способности, улучшению скольжения, то есть ликвидации засоров и вытекании стоков на улицу и подтоплении домов. К тому же при этой методике не приходится перекапывать половину улицы. Для работ необходимо раскопать только те участки, где расположены два соседних колодца. После этого с помощью специальной машины происходит гидродинамическая промывка старой трубы. Уже после этого в нее вставляется новая труба, которая благодаря парогенератору подходит для разных диаметров труб. В прошлом году в Рязани уже были произведены такие работы в Советском и Октябрьском районах. Сейчас же идет ремонт участка от улицы Гогля до Высоковольтной. Как говорят эксперты, здесь ремонт был необходим. Коллектор за последние несколько лет пришел в состояние износа. Очень часто на этом участке полтора километра от Стройкова до Высоковольтной возникают засоры, которые приводят к подтоплению частного сектора, дорожного покрытия, разрушения соответственно и так далее. Поэтому было принято решение о санации данного коллектора диаметром 400. Теперь люди, проживающие в районе тех участков, где производится замена труб новым методом, надолго забудут о неприятностях с канализацией. В дальнейшем Рязань планирует также применять современные технологии для улучшения качества жизни людей. В настоящее время работы проводятся под строительно-техническим контролем ведущих инженеров муниципального предприятия «Водоканал города Рязани». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова